С 15 по 27 января 2016 года в Москве прошла неделя памяти, посвященная 71-й годовщине освобождения Красной Армии узников концлагеря Аушиц, Освенциму и Международному Дню Памяти Жертв Холокоста. Как Вы считаете, какой главный урок Холокоста мы должны вынести? Главный урок Холокоста уже изучен, озвучен и мы это не устаем повторять. Это сохранение памяти. Кроме этого, самый главный вывод это то, что такое не должно больше повториться никогда. Цикл мемориальных и образовательных мероприятий памяти жертв Холокоста, впервые организованный в прошлом году на государственном уровне, теперь стал регулярным и будет проводиться каждый год. Его организаторами вновь стало правительство Москвы, Российский еврейский конгресс и Центр Холокоста. Вот в этих конференциях, которые для меня, я признаюсь честно, каждый год, они для меня являются очень большим событием. И мне безумно приятно, когда люди, которые приехали, которые еще пару часов назад практически не знали друг друга, начинают раскрываться. И от них требуют колоссальной откровенности. И я считаю, что цель конференции, я считаю, что она удалась и достигнута тогда, когда мы добиваемся этой откровенности, когда мы выводим их на открытый разговор. Неделя памяти началась 15 января с вебинара для более двух тысяч учителей Москвы. 24 января в Центральном Доме Журналистов и 25 января в РГГУ состоялась презентация фильма Бориса Мавцера «Холокост. Восточный фронт». С 25 по 27 января в РГГУ и Мемориальной Синагоге РЭК на Поклонной горе прошла международная конференция школьников, студентов и молодых ученых. Кульминацией недели памяти стал вечер памяти в Театре Геликон-Опера с участием высокопоставленных гостей, дипломатов, известных общественных и культурных деятелей. Как вы считаете, какой главный урок Холокоста? Главный урок Холокоста, что мы должны понимать, что звериное в человеке, оно живет всегда. И что бы мы ни говорили, в любой момент времени оно может вылезти и проявить себя в ужасающих масштабах. Что мы увидели во время режима Гитлера. И для того, чтобы это не повторилось, нужно прилагать максимум усилий, так, чтобы произошло то, о чем говорил посол Германии. Что бы мы приняли, повинились и делаем все, чтобы это не повторилось. Главный урок Холокоста? У Холокоста нет уроков. Холокост это атомный взрыв. Холокост это взрыв, это ядерная атака. Это вот по масштабу трагедии, это атомный взрыв. Какой у него может быть урок? Больше не бросайте эти бомбы, люди друг в друга. Не бросайте. Может быть главный урок это то, что нельзя ненавидеть какой-то народ. Нельзя, пользуясь никакими политическими условиями, говорить о людях любой национальности плохо. И помнить о том, что в теме Холокоста есть и светлая струя. Это люди, которые спасали евреев. И этот нравственный пример, этот урок сегодня очень необходим в современном мире. Как вы думаете, какие ценности мы должны передать следующему поколению, детям, внукам? Что мы едины. Я имею ввиду люди. И убивая кого-то, мы убиваем себя. Чтобы это никогда не повторялось ни с каким народом. Мы, конечно же, пока живы наши внуки. И многие-многие поколения будем помнить об этой трагедии с нашим народом. Но все-таки важно, чтобы это дошло до большого количества людей разных национальностей. Чтобы ни с кем-то, не дай Бог, не повторилось. И, конечно, надо делать все-таки, чтобы мы жили в понимании, что мы все дети одного Бога. Мы ему служим по-разному. Но мы дети одного Бога. И Бог хочет, чтобы мы жили всегда в мире. Это главное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok